Всем привет, мои хорошие! В сегодняшнем ролике я буду для вас рассказывать очень классные, полезные и приятные вещи для вашего тела, для вашего организма, для вашей красоты и, конечно же, для, самое главное, вашего здоровья. Я сегодня была на тренировке, после тренировки заехала во вкусвилл, купила кое-что. У меня буквально недавно был день рождения, расскажу, как я провела этот день рождения, как я ела, когда у меня был день рождения. Сейчас похудательный процесс у меня идет очень хорошо, замечательно, великолепно. Лаваш, вот такой, армянский. Взяла себе кинзу на обед, кабачок, цукини. Взяла себе на перепуск творог 5% вот такой. И на ужин я купила себе вот такую строчителлу. Это очень вкусный сыр. Знаете, такими, в общем, вот здесь вот картинку оставлю. Я его просто обожаю. Руккола или любая другая трава, помидоры, естественно. Вот такая вот строчителла. Могу добавить туда либо кедровые орешки, либо грецкие орешки, либо миндаль. В общем, любые орехи, небольшое количество бальзамического соуса. Ну, собственно, вообще весь сегодняшний ужин я вам уже рассказала. На самом деле, завтраком я сильно не заморачиваюсь, слишком долго я его не делаю, но он у меня всегда самый сытный, самый вкусный прием пищи, которого я реально жду. Я очень часто ела на ночь. И вот что происходит, когда ты ешь прямо на ночь? То есть ты поел так нормально, хорошенечко так поел, ты просыпаешься с утра и есть не хочешь. Это плохо. За этим тянется опять с утра не поел, опять вечером хочешь, опять вечером поел, опять с утра не хочешь. Идеальное время за 2-3 часа до сна кушать. По сути, утром можно все. То есть если вам хочется съесть что-то вкусное, сладкое, мороженое, пирожное, даже на похудение, вы можете это себе позволить. Но в первой половине дня, в течение дня, ваша энергия, все то, что вы делаете, ходите, бегаете, прыгаете, возможно, занимаетесь, я очень надеюсь, конечно же, организм все это потратит. В отличие от того, если вы, например, съедите это на ночь и уснете потом, да, будете лежать вот так вот плашмя, и естественно, куда это все пойдет? Естественно, это все пойдет в бока, в живот, в целлюлит. Итак, давайте немножечко поподробнее. Сейчас я вам буду рассказывать вообще мою систему питания, которая мне очень сильно помогает, и с которой я худею просто на раз-два. На 100% уверена, что к лету я буду просто потрясающе выглядеть, и меня постоянно потом будут спрашивать, Аня, как ты это сделала? Я вам советую вот именно сейчас начинать смотреть эти ролики, потому что когда ты уже пришла к какому-то весу, к каким-то шикарным параметрам, на самом деле, немножечко сложнее все это говорить, все это объяснять, потому что как бы типа ты все это пережил. И сейчас я именно вот это вот переживаю, поэтому давайте вместе со мной. Я здесь даже себе выписала вообще основные принципы моего питания, основные принципы моего вообще похудения, как я всего этого добиваюсь. Итак, смотрите, ем я 3-4 раза в день, иногда 3, иногда 4, и я стараюсь не кусотничать, у меня нет такого, что, например, я в течение дня захотела чай, а вместе с чаем конфетку, у меня такого нет, чтобы пройти, например, мимо крендельков или конфеток, например, которые стоят в доступности. Я это вижу, но я это не беру, то есть у меня нет такого, что я подошла на кухню, схватила кренделек, съела и пошла дальше. Вроде казалось бы, один кренделек, как бы типа ничего не будет. Нет, у меня такого нет, потому что все это, естественно, наши привычки. Я никогда не подсахариваю, не подслащиваю кофе, чай, я не пью сладкие напитки, это очень важно, потому что огромное количество калорий, конечно же, в этом во всем находится. Конечно же, я буду здесь, я тут одним глазом. Конечно же, это водный баланс. То, что вода очень важна при похудении, то, что она ускоряет метаболизм, ускоряет обменные процессы, это факт, это уже доказано. И если в вас не будет достаточного количества воды, похудеть будет действительно намного сложнее. Я не буду говорить употреблять там примерно 2 литра воды в день, хотя я так делаю, мне это помогает. Вы можете просто начать чуть-чуть побольше пить, если вы, например, этого не делали ранее. Не буду углубляться в эту тему, пейте сколько хотите, я просто говорю про то, что делаю я и что мне реально помогает. И то, что доказано, и то, что научно обосновано и так далее. Тренировочный день. Тренировочный и нетренировочный день. Факт остается фактом, что с тренировками мы худеем намного быстрее, да, и подтягиваемся, и становимся красивее, естественно, намного быстрее. Но у меня есть некое такое правило, когда у меня нетренировочный день, я употребляю примерно 1300, 1250, 1300 калорий. Это моя норма, пожалуйста, не надо брать мои цифры. Очень часто спрашивают, Аня, сколько ты ешь калорий в день? Не надо, это мое, это мое тело, это мой организм. Я мелкая на самом деле, я в жизни мелкая. Потому что, ну вот, на меня когда смотрят вот через экран телевизоров, там, мониторов, да, кажется, что я, мне кто-то вообще сказал, что всю, там, несколько лет, на протяжении нескольких лет девушка думала, что я под 2 метра ростом. На самом деле это не так, я 165 сантиметров, и мой нормальный вес около 50 килограмм, как бы, это норма. 49-50 это мой вообще идеал. И моя норма КБЖУ, моя норма калорий где-то 1250-1300. В тренировочный день я увеличиваю калораж примерно на 200 килокалорий. Это нормально. Употребляю, например, там, 1400-1500. Могу чуть-чуть еще побольше, в зависимости от того, какая тренировка у меня была. Занималась я, там, 40 минут. Потом, например, пошло на кардио еще, там, на 40 минут, да, соответственно, калорий я потратила больше, но тело, как бы, окрепло. Но все равно, в любом случае, нужно его как-то отбалансировать вот это. Не нужно заставлять организм голодать. Ни в коем случае. Потому что тоже были такие комментарии под видео, типа, я ничего не ем и не худею. Ну, понятное дело, потому что здесь просто метаболизм, он уже просто вот так вот плавает в свободном полете, уже испортился 10 раз. Понятное дело, что здесь уже начались некие проблемы. Поэтому, да, рассчитывайте именно свои КБЖУ. У меня есть видеоролик про то, как рассчитать свои КБЖУ конкретно для вас. Опять же, в любом случае, я отталкиваюсь от ваших комментариев, в том числе, да, когда снимаю видеоролики. И мне до сих пор немножечко непонятно вообще, почему вам непонятно. Потому что много тоже пишут, там, я не могу похудеть. У меня там стоит вес, и я вот не могу. Я вот на своем каком-то вот уровне застряла, и все. Тому есть две причины. Во-первых, если вы не худеете, значит, вы едите больше, чем вы тратите. Соответственно, что? Вывод из этого следует один. Надо меньше есть. Как есть? Я не говорю голодать, я не говорю отказаться от еды ни в коем случае. Вы просто ешьте более диетические продукты. Поменьше жирных продуктов, поменьше вот этих переработанных всяких колбасы, сосиски и так далее. Все вот эти вот ветчины, но ветчина же, это же полезно. Нет, это не полезно, это переработанное мясо. Вы можете там, не знаю, запекать какую-нибудь свиную, там, вот это вот, но это будет слишком жирно. Оно будет как бы типа полезно, оно будет натурально, но это будет слишком жирно. И опять же, всему должен быть какой-то предел. Потому что если вы будете есть больше, чем вы тратите, соответственно, вы будете толстеть. Другого не дано. И для того, чтобы есть, ну, несколько побольше, я, например, тренируюсь, да, метаболизм лучше, соответственно, переваривается все лучше, усваивается все лучше. И при этом, при всем вы становитесь действительно прям такой подтянутый, такой поджарый, такой классный. Еще и, возможно, где-то как-то рельефчик тоже появится. Второе, иногда бывает вес встает, вы все делаете правильно, вы худеете, вы там, вы едите правильно, вы соблюдаете колораж, вы тренируетесь. Но вес встал, у меня тоже такое бывает, ничего страшного в этом нет. Так вот, для этого существует чип милы. И я подгадалась сделать его именно в день рождения. Знаете, что я делала на свой день рождения? Ела как не в себя, серьезно. Мы собрались в 4 часа вечера, и где-то до 7 я просто ела, не переставая, все, что хотела. Колбаса! Я съела несколько кусков белого хлеба. Как я люблю белый хлеб. Вы даже не представляете, никогда его не ем, только в Читмилов. Всякие булки эти, бургеры, пиццу могу заказать. В общем, я ела реально все. И потом шлифанула вот этим шикарным, замечательным тортом со вкусом манго-маракуйя, сливочным, сырным кремом. У меня же слюни потекли. Это мой Читмил. Не надо думать, что типа, вот Читмил, это я вот немножечко здесь себе позволю, и все. А потом, в любом случае, когда у вас Читмил, вы тоже должны понимать. Читмилы бывают только тогда, когда вы питаетесь все остальное время правильно. Все остальное время вы питаетесь охренеть, как правильно. То есть, если вы там, ой, я вчера что-то прям совсем, вот я очень хорошо ела, сегодня могу себе позволить. Нет, это не Читмил. Читмил, это когда вы на протяжении недели, двух, трех недель, вот реально держите себя в руках, тренируетесь, занимаетесь, видите результат. И вот тогда себя отпускаете, едите все, что угодно. Так вот, Читмил очень хорошо помогает разогнать вот это, знаете, вот просто вот у вас вес стоит, 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 ну никак его не берешь. Вы начинаете меньше есть, еще меньше, а он все стоит и стоит, и стоит, и стоит. И вы тут просто на тебе, Читмил, несколько часов жрете, и жрете, и жрете, и жрете. И у вас организм такой, опачки, что-то тут не то, знаете, такой пробили просто штрафной. Вот это да, вот это Читмил, вот это да. Вот в 90, я уверена на 99%, что большинству этот метод подойдет. Но, опять же, есть одна огромная оговорка. Если вы все остальное время действительно идете к своей цели, если вы действительно прям, ух, у вас классное питание, у вас тренировки, у вас вот этот режим, просто режим ваш, он не нарушается. Вот это вам может помочь. Просто плюнуть на все и зачетмилить себя просто по полной программе. Ну, еще маленькая одна оговорочка. Если вы хотите что-нибудь перекусить, попейте чай, вода, чай с лимоном, чай с лимоном и мятой. Это очень классно, это очень вкусно. Если вы хотите что-то подсластить, берите сахарозаменитель. Самый классный, абсолютно безопасный сахарозаменитель это эритритол. И когда я хочу что-нибудь, например, вот я делаю себе, я тоже себе делаю иногда просто воду, туда кладу лимон, могу немножечко мятой, но, как правило, ее у меня нету, поэтому просто лимон. Ну, хочется чего-нибудь такого чуть-чуть вот сладинки туда добавить. Я беру немного эритритола и просто все это дело размешиваю. У вас вкусный, классный, сладенький напиток, но при этом при всем это не сахар, калорий там нет абсолютно. И пейте, хоть упейтесь. В интернете, господи, в Вайлдбери, Сазоны, Фо Фреши, каких только магазинов сейчас нет. Просто закажите себе, попробуйте, потому что он реально очень сладкий и реально может заменить вам сахар. Я надеюсь, вы поняли, что не все так сложно на самом деле. И самое главное перестроить свою голову. Перестроиться на то, чтобы действительно понять, что это нужно не кому-то там, не там бабмане, не подружке-светке, никому. Это нужно вам. Если вы хотите классно выглядеть, если вы хотите жить легко, на позитиве, на легке, если вы хотите получить просто от жизни максимальное удовольствие, желание жить, Поверьте мне, особенно спорт на это очень хорошо влияет. Прогулки не очень, лично для меня. Но спорт, да. Когда ты приходишь, ты думаешь, блин, опять я не хочу, мне так не хочется заниматься, мне так хочется съесть эту булку. Но в итоге, когда ты не ешь эту булку и идешь тренируешься, после этого наступает такой кайф, такая эйфория, и ты думаешь, я это сделала, я вижу, что у меня все получается, и я вижу в зеркале отражение совершенно другое. Я вам очень советую достичь вот этого вот первого результата, который даст вам крутой пинок просто под одно место, после чего вы захотите сами двигаться дальше. Потому что ничего и никто не даст вам настолько крутой мощной мотивации, сколько вы можете для себя сделать сами. Просто начните, немножечко подождите. И как только вы получите тот самый, хотя бы маленький результатик, ваш мозг вообще поймет, что вы оказывается можете. Это все не так трудно. И это действительно имеет свои плоды. Я очень рада, что вы посмотрели этот ролик. Спасибо вам за лайки, спасибо вам за комментарии. Я всех очень люблю. Совершенствуйтесь. Давайте вместе с вами это делать. Все, до следующего ролика. Пока. А еще да, смотрите, какую классную бумагу мы купили. Она не... Вот эта белая бумага, а сейчас делают вот такую бумагу. Мы купили ее за 400 рублей. Во-первых, она более экологичная, наверное, мне хочется так думать. А во-вторых, она какая-то более душевная. И одно сплошное удовольствие на ней писать. Так что круто, что начинают делать вот такие вот вещи. Так что давайте не заморачиваться и не париться по пустякам. Пользоваться тем, что есть, кушать правильные продукты, недорогие правильные продукты. И все у нас с вами будет хорошо.